Добрый день дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение Торы. Сегодня у нас глава Шафтим, судьи. И у нас есть Великий Сангидрин. Это конечная инстанция, главный суд. Любое решение, которое принимает Великий Сангидрин, обязательно для исполнения. И во времена, когда был у нас Великий Сангидрин, человек, который не подчинялся решению Великого Сангидрина, он может быть даже казнен. Даже в такой степени это доходит. Иногда решение Великого Сангидрина может показаться человеку странным. Если, допустим, Великий Сангидрин разрешил какой-то продукт к употреблению в пищу, а человек знает, что этот продукт не кошерен, он обязан подчиниться, потому что так постановило Великое Собрание, Собрание Мудрецов. И у нас есть очень сильный пример. После разрушения второго храма в Явне был, город Явны, был Великий Сангидрин. Возглавлял его величайший ученый Рамбан Гамлиэль. Раби Гоша был тоже великим ученым. Рамбан Гамлиэль вывел на основании показаний свидетелей, которые видели новую луну. Два свидетеля пришли, сообщили, что видели новую луну, что месяц Тишли начинается в определенный день. Раби Явоша сказал, что этим свидетелям, их показаниям верить нельзя. И Йом-Кипур начнется на день раньше. Он утверждает, и получается очень непростая ситуация. Тогда Раби Гамлиэль, Рамбан Гамлиэль в Восстанной памяти, он направил письмо Раби Явошу, что в тот день, который он считает Йом-Кипуром, он обязан к нему прийти с котомкой, с деньгами, и предстать перед ним, перед Рабаном Гамлиэлем. Раби Явоша очень расстроился. Как можно, если он считает, что это Йом-Кипур, как можно в него прийти, взять с собой деньги, которые даже прикасаться к ним нельзя в Йом-Кипур, и взять вещи, котом какую-то, прийти. И он был очень опечален этому. Раби Акива ему говорит, ты, наоборот, заслужишь огромное благословение, потому что ты подчинися главному суду, великому Сангидрину. Ты только поступишь невероятно правильно. И Раби Явошу все четко выполнил. Он подчинился требованиям великого Сангидрина и пришел Рабану Гамлиэлю в тот день, который он считал по своим расчетам, что это Йом-Кипур. Рабан Гамлиэль его поцеловал в голову и сказал, ты великий знаток Торы и ты великий ученик. Ты велик, потому что ты действительно мудрец Торы величайший, а ученик, потому что ты подчинился. И это было очень важно, чтобы люди видели, что все мудрецы заодно, что нет разогласий в великом Сангидрине с другими мудрецами. То есть вот так это работает. И действительно человек может думать, что он прав опираясь на свои знания, на изучение Торы. Вот допустим, как мы видим в Торе пример. Мирьям разговаривает со своим братом Агароном и они поговорили по поводу Кушитки, которую взял Маше, ибо жену Кушитку взял он себе. И Мирьям была уверена в своей правоте, что Маше не имел права взять себе дополнительную кушитку или как наши мудрецы пишут, что это та же Цепора его жена, только она ее увидела и сказала, Цепора какая-то красивая, а Цепора сказала, ну и что? И она поняла, что Маше не спит с женой, не исполняет свой супружеский долг. Мирьям поговорила об этом главным раввинам страны. Принц раввина мы имеем право со своим раввином разговаривать, тем более он это брат родной и Маше их брат, как бы в семье. Но Всевышний сказал, чтобы они все вместе собрались, одновременно все вместе, Маше, Агарон и Мирьям собрались сушатра Откровения. Все трое пришли и вот Всевышний говорит, вы тоже пророки, но я вам являюсь во сне или в видении, но не так, как с рабом моим Маше, во всем моем доме доверенный он, и с ними разговаривали лицом к лицу. Как вы можете говорить против раба моего Маше? Маше был самым скромнейшим из людей. И Маше молится Всевышнему, Агарон обращался к нему, чтобы он исцелил Мирьям, чтобы Всевышний исцелил, чтобы Маше вымолил прощение, что Мирьям вся покрыта проказой. Маше взмолился, Всевышний говорит, если бы отец влюнуло в лицо, не скрывалась бы она в стыде своим 7 дней, пусть 7 дней подождет не стану. Действительно, видимо, Всевышний сразу исцелил, и тем более, мы читаем с вами в книге Ваекра, что если проказа покрыла все тело человека с головы до ног, сколько могут видеть Лазакой, но он вообще чистый. Он исцелен, вот такая была Мирьям. уже чисто считается вот так, то есть это как ветрянка, пока эти пятна ты пришли, то человек считается больной, а только они вылезли, она исцелилась. Вот здесь наподобие было. Но что в этом есть? Что могла видеть Мирьям? Мирьям казалось, что это так, что в мошене спит с женой, вот ей так казалось, и она уверена была в своей правоте. Гарон тоже как бы ее выслушал, за это тоже был поражен проказой, но Всевышний сразу эту проказу убрал. Но что касается всего, они всю картину видеть не могли. А написано, когда мы получали Тору, Всевышний сказал нам, будьте готовы к третьему дню, не приближайтесь женщине, потому что я вам явится Всевышний на горе Синай. И мы это выполнили, а теперь возьмем как Маше. Маше все время, все эти годы он разговаривает со Всевышним узнает у него Тору, спрашивает вопросы по поводу того, как вести себя, как выполнять законы и так дальше. Как он мог спать женой, если он все время мог разговаривать со Всевышним. Они этой картины не видят, Мирьям Сагарон. Они видят только то, что им кажется. Поэтому на своих умозаключениях мы не можем строить некие теории. Вот есть Тора, как написано, это работает с помощью мудрецов, которые у нас есть. Написано идите к суде, к раввину, коину, который будет ваши дни и с ним решать. И даже если они не такие знатоки Торы, какими были мудрецы прошлых поколений, все равно они выясняют на сегодняшний день, как Тору применить с электроникой, с электричеством, с такими вещами, которые не описаны у нас в тексте Торы. И мы тогда знаем, как поступать. Как нам говорят наши мудрецы, мы так и поступаем на сегодняшний день. И мы обязаны подчиниться. Вот так. А на сегодня наш день заканчивается. Урок был дат за понятие от души моего папы Якова Бенахум, моего дяди Владимира Бен Григорий, моего брата Павел Бен Ефим, Самуил Бен Герш, Хая Малка Бат-Йосил, Мира Бат-Абрагам, Роза Бат-Михаэль, памяти Ури Бен Харитон, Мендель Бен Мендель, Здоровья Светлана Бат-Клара, Шимон Бен Эцхак, Борис Бен Мария, Анна Бат-Ривка, Полина Перв, Бат-Соня Сура, Лена Бат-Клара, Женя Бат-Ида, Анна Бат-Илена, Евгений Бен Софья, Двойра Бат-Мирьям, Моисей Бен Ева, Ирина Бат-Двойра, Йосиф Бен Раиса, Инесса Бат-Моэль, Евгений Бен Берта, Евгения Бат-Ита, Фира Бат-Ана, Геннадий Бен Елена, Леор Бен Клара, Ольга Бат-Светлана, Йосиф Дан Бен Цара, Таня Бат-Фрида, Ида Бат-Рива, Вадим Бен Татьяна, Юлия Бат-Белла, Мазал Парнаса Сгула, Ирина Батури, Арон Оре Бен Ури, За хороший дух, Арон Оре Бен Двора, Диз Бен Ахум, Абигаль Бат-Сара, Парнаса и Бриют, Владимир Бен Рая, Марина Батрая, Борис Бен Марина, Всего хорошего, Олегу Марченко, Всем браха, Парнаса Кавана, Мазал то, что мы это время не грешили, читали Тору, всем всего самого на лучшего, делитесь этим видео с друзьями, всем крепчайшего здоровья, до следующих встреч, это есть на состоится, Блинедер, завтра в 15.30, до следующих встреч, шалом.